Всем доброго времени суток. Все уже видели мое видео. Хотел привести людей к миру, но не получилось. Вот так бывает. Не всегда получается то, чего хочешь. Я не люблю выходить часто на видео. Я не фотогеничен, как Габуда. Здравствуй, Габуда. И отдельно. Здравствуй, Володя Перец. Я человек своего слова. И, как я сказал на прошлом видео, я не хочу с тобой разговаривать. Ты мне звонил, я не поднял трубку. Но мы общались голосовыми сообщениями. И, как я понимаю, я общался не только с тобой, но и со всем твоим окружением. Но я не удивлен. Я и записывал такие голосовые сообщения. Чтобы ты их всем раскидал. Всем отправил. Своего друга. Жеребенка не забыл. Ему тоже отправил. Если забыл, то сейчас отправь. Чтобы он тоже послушал. Ну что ж, Габуда, начнем. Давай сейчас посмотрим кусочек твоего видео. Где ты обращаешься ко мне и просишь у меня. Смотрю. Вы же за честность. Вы же за правду. Попрошу вас Называть хоню пробожаном. Потому что это правда. Это правда. И вас попрошу назвать его пробожаном. Интригантом это ладно. А пробожан, вы же понимаете такое. Когда человек дает клятву. И эту клятву нарушает. Вот что такое пробожан. Габуда, я человек честный, порядочный. И как дружил с правдой, так и продолжаю дружить с правдой. Мое нутро, мое нутро не позволит мне поступить по-другому. Но, когда ты записывал видео по поводу примирения, ты начал ставить условия. Смотрим видео. Мы только за. Наши условия вы слышали. Пусть перестанет оскорблять царя. Для него Иван Бариев это царь. Не надо его трогать. Мы не дадим. Габуда, когда я попросил сделать перемирие, ты вышел на видео и поставил условия перемирия. Теперь ты просишь у меня, чтобы я подтвердил, что Хоня пробожанница. Вот теперь я тебе ставлю условия. Есть среди вас уважаемы вами и многопочитаемы вами. Цыган Вася Веленок. Который является моим проектом. Это мой интернет-проект, который я создал. До этого момента никто не знал о его существовании из вас. Ну, который потом, как футболиста, у меня купили. И вот этот проект вы выводите в эфир с вашим уважаемым и почитаемым старшим братом Бариевым. Смотрим. СТП, ЛАЧП. Рад приветствовать. Вася Веленка, Омск. ЛАЧП, БАХ. СТП, Суманис. ВАДАЛА, ГАЛМАДА. Вам не уважаемый. Ваш старший брат, Иван Бариев, так лестно выражался в адрес моего проекта, что мне даже от этого становится лестно. Так вот, этот проект, талантливый Рума, Вася Веленок, после того, как его перекупили, настолько оборзел, что посмел наговорить на своего создателя. То есть, на меня. Смотрим видео. Мы по лавке мэра Кировча ЧП, а вот это лэнда тема Сарэса Явир, то есть они цепляются полцов, лэнга конэста чей, крепануть. Вот. То есть мы, ну а конкретно, то надо как поскоряча урэн, что юны, именно когда гаджи бура, они выдыхают, совы манушен, миры близко не манушес, близко не манушес. Камне на 800 тысяч хлеба, хлестануть. Вот. Потом еще дра Минска, камне квартира, хлестануть, и манушен. Будто дойдаса в этой ситуации. Вот. Габода, ты посмотрел видео, улавливаешь суть. Ваш уважаемый цыган, который был аж с Бариевым Иваном в эфире, наговорил на меня вопрос каких-то денег и какой-то квартиры, аж в самом Минске, где я ни разу не был. Но с удовольствием бы съездил туда. Там есть уважаемые цыгане, которым бы я с удовольствием съездил в гости. Что делаю дальше я? Я выхожу на минских цыган, порядочных, справедливых людей, которые не играются двойными стандартами, и прошу их выйти со мной в эфир. Смотрим. Раз дядя Вася забожился, значит, все, это правда. Еще раз, Алексей Михайлович, я у вас спрашиваю, я какое-то отношение к квартире в Белоруссии, в Минске, там, к ситуации, которая там связывалась с квартирой, я какое-то отношение к этому имею? Пытался там обмануть, отжать, требовать, вымогать? Если имеете только тогда, когда вы нам обещали каждому дать по квартире в Бахрейне, а мы отказались. Я вас умоляю, Сережа, ну, во-первых, мы не детки, для того, чтобы... Извини, Сережа, во-первых, мы тут не детки, и не боимся, что какой-то дядя возьмет там ремешок и придет нас попугать этим, что кто-то придет, Сережа или Гриша, и попугает, и отберет у кого-то, возьмет квартиру. Боюсь, что может быть все это наоборот. Тем более, когда, ну, такого вообще не было, не существовало и невозможно существовать. Габуда, ту же Дакеров, Дадескеров, чего? Ты улавливаешь, к чему я веду? Я не буду ходить вокруг да около. Скажу прямо. Любой порядочный и здравомыслящий человек скажет, что после этого Вася Веленок интригант и пробоженец. Так вот, мои условия. Выйдите на видео вместе со своим старшим братом, Воваром Перцем, и признайте, то, что Вася Веленок пробоженец и интригант. Ведь это доказано. Габуда, вы когда заходите в эфир все порядочные цыгане, Дакеров, Дадескеров, и заходит с вами он, типа порядочные, так вот, вы все созвонитесь между собой и объявите его. Или что получается? Я Гаджо, на меня можно наговорить? Тогда зачем ты, Габуда, обращайся ко мне с просьбой, чтобы я подтвердил в отношении Хони, если я Гаджо? Габуда, если это правда за Хони, я скажу. Но и вы действуйте по правде, выйдите и скажите за Васю Веленку. Теперь отвечаю тебе далее, Габуда, если твой старший брат, Володя Перц, говорит тебе, что все, что наговорили на мою семью, неправда, то зачем ты это озвучиваешь в эфире? Ты очень сильно хвораешь за мою семью, хворай лучше за свою. Я сам решу, от кого мне принимать извинения, а от кого нет. И каким образом. Это не тебе решать, ты лучше там в своих проблемах разберись. Итак, подводим итог. Габуда, слушай меня внимательно. Правоженцем можно назвать только тогда человека, когда это доказано. В отношении Васи Веленка мною это доказано. В отношении Хони на данный момент это не доказано. Хоня на данный момент не является пробоженцем. Поэтому я говорю, Хоня не пробоженец. всем добра. Да, чуть не забыл. Полное видео Габуды, где он ко мне обращается, стоит у нас на ютубе. Чтоб вы не искали, где его найти. На нашем ютубе талантливая рума. Я уже одному дал пиар. Хватит. Женщик Продолжение следует...